итак дорогие друзья приветствую вас приветствую из 2010 года с ивента под названием sandbag перетаскивание мешков с песком это заключительный заход у девушек 2010 года здесь вы можете увидеть таких личности как Энни Торис Тоддер, Кристин Клевер, Валери Воберил и других атлеток именитых ну что ж объясню вам небольшой регламент этого состязания у атлеток имеется два мешка по 27 килограмм три мешка по 18 4 мешка по 9 и 5 мешков по 5 килограмм таким образом с одной из трибун девушкам предстоит эти мешки перетащите вниз к самой соревновательной площадке там внизу погрузить все мешки на телегу перекатите вот эту замечательную садовую тележку через всю площадку и далее на противоположную трибуну на самый верх занести все эти мешки на финишную линию ивент очень простой но от этого он не становится проще в выполнении смотрим и Джули Фуше здесь выступает можете обратить внимание как по сравнению с годом 2017 7 лет назад девушки выглядели в году 2010 напоминают они пока что обычных посетительниц спортзала пока что никаких выдающихся атлетических форм у них нет но от этого они не перестают не перестают удивлять нас ведь и тогда в 2010 году еще мало кто наблюдал за кроссфит играми мало кто понимал что такое кроссфит тем более как выполнять все эти движения ну что ж смотрим это последний заход время которое предстоит девушкам побить 8 минут 59 секунд это время лучшее было установлено в предыдущих заходах будем наблюдать удастся ли девушкам одной из них или даже нескольким побить эти цифры вот мы видим как девушки нагружать тележку и не торис дотер развернула до кристин клевер почти что загрузила полностью телегу и скоро уже будет готова отправиться в путь на противоположную сторону соревновательной площадке ну что ж одна из девушек уже стартовала посмотрим кто сможет догнать ее давай видим одна из девушек просто убегает в спринт до атлетка филлипс убежала убежала неужели все мешки она перенесла за раз и такой прытью на вывалила мешки а кристин клевер терпит неудачу завалилась на самом старте еще телега груженная мешками все мешки пыталась навести да мы видим некоторые девушки разделяют на 2 на 2 захода свою дистанцию то есть половину мешков они уносят в первом своем заходе в первом перетаскивание телеги на противоположную сторону а оставшиеся мешки уже за второй раз перевозят они торис дотер по моему все загрузила судя по внешнему виду телеги до филлипс легенькой легенькой пробежкой перетаскивать все вторые свои мешки оставшиеся а они торис дотер видим что занимает пока что лидирующую позицию в этом заходе и уже перекидывает мешки на саму трибуну после того как атлетки перекинут все мешки за вот это ограждение на трибуне им нужно будет подняться по самому этому бортику на видим разную технику бросков выполняют девушки кто-то кидает через плечо кто-то как они выполняет и некоторое подобие маха в гире да все движения функциональные да смотрим мы насколько девушки физически отличаются по внешнему виду от того что мы сейчас можем наблюдать с вами в инстаграме или же на кросс фит играх того года или же предстоящего да и видим что прошло всего лишь 4 минуты 25 секунд а я не торис дотер уже почти все мешки закинула на самый верх самые тяжелые остались напоследок напомню 27 килограмм самый тяжелый мешок а точнее целых 2 до выполняет выход силой на этой стене видим что стадион заполнен не полностью ну конечно же вот эти ярусы они само собой оставлены для того чтобы атлеты выполняли этот комплекс но и сам стадион как вы можете наблюдать заполнен процентов так на 30 на 40 я бы сказал на скидку что не скажешь о допустим играх сейчас которые проходят стадион забит до отказа билеты купить почти невозможно лишних ни у кого не находится ну что ж смотрим и не торис дотер что же она предпримет да сначала она самые тяжелые мешки решается перетащить джули фуше также не отстает закидывает последние последние мешки уже через стену и сама уже готовится перепрыгивать через это заграждение да преимущество торис дотер не обсуждается она как всегда с улыбкой выполняет комплексы всегда улыбчивая всегда жизнерадостная исландская атлетка ну что ж посмотрим какое же время она сможет показать в этом комплексе а я напоминаю что мы запускаем цикл таких ностальгических вечеров ностальгических выпусков о прошедших комплексов кроссфит геймс какие комплексы вы хотите увидеть пишите в комментариях под этим выпуском также название этой рубрики можете придумать до валари вобарил к сожалению в этом году она не смогла в 2017 свое десятое появление на играх организовать всего лишь карьере у нее набралось их девять с самого начала самых первых игр 2007 года она являлась неизменной участницей но к сожалению в этом году немного ей не хватило но ничего по ветеранам она поедет время уступать дорогу молодым до кристи кристин клевер конечно же запоролась в самом начале поскольку телега у нее завалилась на бок а сами понимаете общий вес 170 килограмм почти и телегу просто так сбоку не поднимешь приходится разгружать и не торис дотер тем временем из семи минут уже вышла идет дальше поднимается несколько мешков ей остается перетащить и посмотрим сможет ли она установить рекорд в этом заходе пока что ближайшие преследователи это филипс и фуше вот она и джули фуше у атлеток 2010 года можете конечно же еще раз акцентирую на это внимание что выглядят они практически как девушки которые занимаются сейчас в обычных боксах в обычных залах но тогда уже такая физическая форма конечно же никаких никаких претензий ни у кого не было к их физической подготовленности уже тогда они показывали что они самые подготовленные на всей планете земля и не торис дотер самая выдающаяся на то время атлетка уже перетаскивает последние свои мешки наверх даст два самых легких мешка по 5 килограмм и 8 минут 5 секунд это время и не торис дотер сейчас мы пронаблюдаем за тем как остальные девушки закончат этот комплекс да показывает нам джули фуше видимо она на текущей второй позиции сейчас находится наконец-то и клевер донесла свой первый мешок на самую вершину и филипс по несколько мешков таскает да взяла самый тяжелый и самый легкий такую стратегию избрала эта девушка эта атлетка и надеемся что в 9 минут примерно большая часть атлеток должна уложиться валари в оборел также не отстает а я не торис дотер уже спускается вниз возможно подбодрить своих коллег своих подружек на то чтобы они поскорее уже тоже этот комплекс заканчивали потому что уже больше девяти минут девушки выполняют этот комплекс очень энергозатратный сами поймите только одни подъемы и спуски по этой лестнице коварной давал в обореру закончила посмотрим когда закончат остальные атлетки так я говорю о том что просто подъемы так сказать пустые не нагруженные вверх вниз по лестнице могут много много доставить конечно же неприятностей сами посудите еще и мешки таскать приходится груженные ну что ж могут почувствовать себя они обычными дамами которые таскают сумки свои квартиры которых например не работает лифт видимо этим дэйв кастера так сказать за счет этого у него мысль возникла на создание подобного комплекса но мы ждем как последние девушки уже заканчивают 10 минут уже прошло посмотрим какое время будет у атлетки завершающий комплекс до кристин клевер сколько же интересно у нее мешков там осталось с виду около четырех или пяти до 5 мешков не и осталось два самых тяжелых она погрузила себе на плечи напомню по 27 килограмм нет 27 она унесла у нее сейчас на плечах 18 килограммовые мешки на все ее поддерживают должен был быть у нее получше результат но к сожалению тележка у нее завалилась на самом самом старте и конечно раздосадована атлетка тем временем которое она сейчас показывает но ничего борется до конца осталась она единственная атлетка которая еще не закончила этот комплекс и мы сейчас пронаблюдаем за ее последним подъемом вверх осталось не так много мешков по моему три если я не ошибаюсь да два мешка нет четыре два мешка на плече два мешка в руке и смотрим на тем как последний повтор она организует ну что ж друзья это был комплекс sandbag из 2010 года я был рад вам комментировать его до новых встреч и мы с вами совсем скоро увидимся тогда так